всем привет сегодня будем снимать вот этот вал с фрикционами из кулачковой муфтой надо поменять вот здесь вот диски чудо не какие-то вообще капец мертвы некоторым сломанные оторванные но и болтаются плюс этот штуку от меня вообще не нравится крепление самопальную таких болтиках такое все какое-то оно жидкое короче чтоб снять вот этот весь вал я здесь уже расконтрил такая пластинка то есть откручиваем вот эту гайку вытаскиваем тут шайбочка такая с этой стороны тоже я уже расконтрил такая гайка и такая стопорная фиговина сейчас снимаем вот эту шестерню в эту сторону а дальше по ходу короче вот этот вал по идее должен вроде как в ту сторону выбиваться будем смотреть человека так вот здесь у нас блин этот штука на ли будет мешать еще будет смотреть короче куда чего убивается тут по ходу сливное отверстие отверстие тут для смазки то есть ответной части на этом где там переключение происходит там капец цена честь вообще уз немножко отошли от темы я будем снимать функцию перевал здесь есть гужончик надо открутить смещаем тут пружинку крончик ослабляем где-то шестерня должна выйти выходит сейчас у две шпонки дадим один раз шпонка и как не симметрично сделано и снизу шпонка по-другому шестеренку очень поставишь то здесь есть стопорное колечко его надо оставить щек начинает вываливаться запоминаем как и что то потом фикс берешь выходит вообще короче потом неизвестно как все дело собирать все все как развалится что-то упало так длинная шпонка она убесит так вот так вот выглядит у нас вал кулачков муфты фрикцион так что вот эту штуку закрутить я так полагаю чтобы он туда ушла чтобы мы могли вот эту часть вытащить открутил вот это вот стопорную фигню но это самопал то есть эту часть вот это она так должна отщелкиваться и на пружинке обратно вставать то есть там сверление чтобы подтягивать фрикцион но здесь вот так все делал выглядит то есть без пружинок без нифига тут такой люфт короче вообще капец вроде закручивается но все разбито так запоминаем что как выглядит как всегда видос делаю и для вас но и для себя в том числе то есть у нас шпонка внутри шпонка длинная которая на вал садится так все вроде ясно понятно да поставим в бок кулачковая муфта здесь у нас подшипники игольчатые вначале стоят видно вам да и с обратной стороны та же фигня и там какая-то втулочка типа к пролома все как бы все четкость ништяк кладем в бок так это дело опа игольчатые подшипники отлетелись чем мы их собирать так упорный подшипник внутри игольчатые подшипники в два ряда стоят надел сейчас разберем отдельно игольчатые так трубка трубка кончилась не зря вытаскивал фрикцион со мной зажим прикручен это пола это опять не очень хорошо блин с этим трубками вообще капец проблема вот здесь есть отверстие я должен совпадать вот с этим отверстие нет они там нас по периметру прям канавка и сейчас покажу ответься в канавочка то есть сюда попадает у нас масло и по канавке попадает в этот подшипник вот так они должны установлен друг за дружкой есть игольчатые подшипники который сейчас вытаскивал обоему упорный подшипник я думаю его стоит наверно поменять какой-то он не очень спасешный так значит как он у нас установлен короче получается больший диаметр наружу а меньший диаметр вот сюда садится то есть мы вот сюда поставим то есть будет болтаться что он не хочет короче меньше диаметров садится на корзину да больше то еще болтается так подшипник здесь 8 и 1 1 2 к что такое кофе курс и с обратной стороны вот здесь подшипник с обратной стороны подшипник диаметр 52 внутренней 25 толщина 15 короче два подшипника так это дело мы все не будем трогать только помоем фрикционы надо разобрать все делают вот так то есть топрится вот в эти вот отверстия чтобы не раскручивалось так там еще не подшипник тоже упорный так здесь у нас вот так все дело выглядит здесь у нас упорный маленький подшипник rpz 22 8105 так какой куда диаметр так это сюда был от наружу так который меньший диаметр он получается во внутрь вставляется а больший диаметр подшипника он он сейчас наружу стоит там у нас игольчатые подшипники в дворе отстает диски в принципе вроде все нормальные есть у меня вот такой донор то есть я думаю сейчас эту корзину разберу посмотрю как здесь диски выглядят может быть их поставлю сюда то есть они вот покоцанные какие-то так то вроде нормальные так по количеству дисков тогда вот здесь вот канавочка есть то есть она идет туда во внутрь корзины 1 2 3 4 19 20 21 22 диска то есть с этой стороны во внутреннюю часть он закачивается вот таким диском а сюда снаружи с усиками диск стоит разобрал донора снял диски здесь они более в офигенном вроде состоянии есть конечно ржавчину и устройство немножко это фрикцион другое это с 6 r13 фрикцион то есть вместо упорного подшипника вот такой вот мелкий стоит подшипник здесь вот втулка такая большая а у меня почему такой втулки нету короче отсюда мы взяли фрикцион сейчас все дела соберу обратно будем заниматься нашим фрикционом капец блин стал собирать этот донор фрикцион подшипник игольчатый нафиг все развалились короче берем литов мажем и вот так вот прилепляем подшипники друг за дружкой потом все дела по идее маслом со временем должно вымыться все я просто собираю это не на мой станок а так чтобы разбираем вот это сам переключатель чтобы посмотреть что там и грязюку почистить так 1 2 2 2 болта и такая вот штукинцы то есть это надо помыть ну и соответственно почистить ну что у вас прошла секунда по видосу а у меня прошла считать целую неделю продолжаем собирать фрикцион купил новые подшипники взамен старых то есть вот это старый подшипник я помыл почистил собрал какой-то он не очень купил новый стоит 250 рублей вроде новый советский я думаю что лучше новенький поставить подшипник 81 12 упорный так вот этот подшипник отсюда тоже решил купить новенький вологодский вологодский стоит 80 рублей и вот этот мелкий упорный там как бы смазки не было так трубка была сломана я думаю что лучше тоже новенький вот он набьёк тоже советский старинные это новые так этот подшипник 8105 так чё начинаем собирать так упорных подшипников одна часть меньше другая больше диаметр они разные так вот это больше то что больше она снаружи а что меньше она внутри значит вот это у нас вкладывается вовнутрь так мы вам все маслицем вот это вал ставим прорезями вовнутрь туда ну как и было короче диск я уже все смазал диск я уже все смазал так остается у нас что два диска ставим два диска оставим пока так и вот сюда теперь надо вот такие вот игольчатые подшипники запихать смажем все это дело литолом здесь внутри смазываем вкладываем туда игольчатые подшипники установил игольчатые подшипники вроде не вываливаются все намазал ставим фикцион так сначала упорный подшипник большой который восемьдесят один двенадцать вот это меньший диаметр вот этот больший диаметр то есть меньше вовнутрь ставим ну собираю так как было ставим и главное чтобы игольчатые подшипники у нас не разлетелись так готово вроде ничего не вылетел наступил следующий день дождь спугнул так вот установили мы фрикционы карлин с фрикционами там у нас внутри тоже подшипники так поменял трубку прикрутил здесь еще у нас будет смотровое окно трубку потом все почищу то есть эту трубку надо изначально положить потому что потом неудобно будет через кулачковую муфту ее там протягивать вытащил здесь новый штуцерочек так как трубка на 4,7 миллиметра а родные вот эти трубки 4 миллиметра их еще как бы фиг ноги найти пришлось вот этот штуцер рассверливать а в том там маленькую такую штуку точить так продолжаем устанавливать так вот здесь шпонка с одной стороны потоньше расстояние а здесь больше расстояние то что меньше к фрикционным мы направляем все мажем собираем а здесь тоже игольчатые подшипники я их литовым намазал чтобы не выпрыгивали так устанавливаем вот такую шайбочку вот сюда не забываем про нее это самое главное напрессовываем сразу подшипник чтобы потом проще было все это дело собирать так вот так вот она выглядит и теперь все дело вставляем на свое место ставим шпонку смазываем все маслом поворачиваем вот здесь прорезь к верху чтоб шпонка в нее вошла и аккуратненько аккуратненько вставляем главное чтобы еще подшипники не разлетелись подшипники игольчатые игольчатые блин дофига оп оп вроде что-то вошло подшипники вроде на месте ничего не разлетелось аккуратненько стучим чтобы подшипники чтобы подшипник вставал на свое место вот пошел так может старый подшипник по старому фигарим теперь чтобы он обратно не вылетал ставим стопорное кольцо изначально здесь было такое стопорное кольцо какое-то походу самопальное я купил человеческое нормальное здоровое кольцо такое должно быть вот четенько так колечко на месте здесь у нас по трубке ничего не задевает все классно расстояние еще тут ну нормально да по трубке ничего задевать нас не будет здесь у нас подшипники игольчатые не вылетели ничего не вылетело все офигенно так вот этот надо будет открутить чтобы вот эта часть уперлась в эту часть сейчас разберемся продолжаем вот с этим сейчас гаечку здесь надо закрутить так устанавливаем вот такую железочку и закручиваем так ключ вообще в простонародье называется ключ семейный раритетный некоторые даже может и не в курсе что такие были особенно молодежь наверное короче ключ семейный велосипедный вроде что темплема газ сейчас устанавливаем вот такую шестерню здесь вот эти вот отверстия ну не отверстия а шпон пазы они немножко смещены по другому если вообще никак не установишь и гужоном вовнутрь ставим смещаем шпон пазы тоже из шпонка стопорное колечко такое хитро гаечка и ключ семейный без ключа семейного вообще никуда ключ семейный специальный а хочу пиши люфт вот в этом подшипнике выбирается смещением корзины вот туда и поджиманием вот этой шестеренки то есть вот так вот если бужон покажи немножко подстучали подшипник вот этот упорный сжался по шестеренки постучали все она сошлась и гужончик затянули так что там гужончик немножко не совпал ничего страшного главное чтобы корзина фрикционно относительно вала вращалась свободно то есть чтобы ничего не мешало как все вращается корзина на месте стоит это хорошо то есть эту шестеренку прям до усрачки затягивать как бы сильно не надо а то она зажмет вот этот фрикцион корзину фрикциона в принципе все все фрикцион собран все затянуто здесь пришлось бал болгаркой разрезать гужон потому что не совпадал вот этот ну прось чтобы разрезать пришлось эту шестеренку немножко смещать в бок чтобы болгарки так чик и чикнуть то есть теперь его застопорил все офигенно вот здесь люфт минимальный в упорном подшипнике будем настраивать сам фрикцион уже когда все будет установлено на место зазор должен быть в этих фрикционах общий если померить 2 миллиметра вот я оставил такой пока то есть там поход действий уже померяем посмотрим регулируется он такой штучкой то есть и оттягиваем в бок и гайка вращается но тоже будем по месту регулировать потом все фрикцион собран на новых подшипников все собрано друзья понравился видос ставим лайкос подписываемся на канал жмите на колокольчик чтобы быть в курсе событий канала чтобы не пропустить все самое интересное всем спасибо за внимание до свидания чего я кино снимаю ты чо как что а А вот это я забыл подсчет, вот сюда вот, блин, а, ну как так-то, ёпта, опять всё же вверху, щетись, короче, а, здесь подсчет мне, если дарил, короче, по-моему так, устанавливаем вал, не забываем вот про такое колечко, здесь оно ставится между клочковой муфтой, вот эти подсчетки, не, не подсчетки, а, устанавливаем, и радуемся. Жмите на колокольчик, вообще, давай, да, ещё раз.